всем привет меня зовут александр борисович добро пожаловать на мой канал сегодня хочу представить мой циркулярный станок devolt данный станок мы еще купили летом по горячим следам было снято видео как мы распаковывали показали некоторые возможности и теперь мы про него можем рассказать несколько подробнее и также его показать в действии что он может что не может станок привел такое в транспортировочное состояние вот так принципе уже можно перевозить для всех аксессуаров есть свое место они все закреплены ну и давайте чуть поподробнее разобрались наконец-таки где у нас крепится параллельный упор открываем защелки он вот так легко снимается и также легко и крепится у него есть несколько мест креплений он может закреплен быть в этом месте может быть закреплен здесь также он может закреплен быть с обратной стороны вот так все зависит от тех целей какие преследуются при использовании этого станка переставляем его на эту сторону достаточно быстро происходит вот эта перестановка есть конечно еще две защелки которые нужно защелкнуть и теперь параллельный упор так крепко достаточно закреплен на линейке на параллельном упоре есть специальная планка нужно она крайне редко но некоторых случаях без нее не обойтись так как некоторые детали не подразумевается что их нужно упирать вверх только вот нужно упирать где-то в нижней части если мы выйдем за зону стола этот параллельный упор дополнительный можно опустить ниже и вот тогда видно что эта планка может стать такой поддерживающей планкой для заготовок большого размера для того чтобы распиливать заготовки максимальной ширины нужно параллельный упор переставить на следующее место крепления выдвигаем упор до конца и проверяем какой ширины теперь заготовочку мы можем отпилить рулетка ну максимально 83 сантиметра то есть 830 миллиметров я думаю что это ширина это больше чем достаточная для домашней мастерской ну а для распиливания заготовок большей ширины у нас просто есть погружная пила заявленная мощность данного станка 2 киловатта максимальная высота пропила 77 миллиметров также есть место где можно смотать кабель давайте его размотаем так как мы все-таки будем сегодня на этой обстановке работать здесь крепятся два одинаковых ключика кнопочка они туго заходят но самые они не дребезжат вот они два ключика они абсолютно одинаковых они нам нужны для смены пильных дисков также есть место для расклинивающая ножа также здесь есть еще транспортир или угловой упор как тут правильного назвать у него тоже есть место для крепления вот с внутренней стороны но его можно закрепить только в том случае если стол стоит на ножках если на обыкновенном столе сам упорчик упирается от стола не по не позволяет быть установленным на штатное место поэтому у нас просто лежит под низом стола как и собирался приходится мне его разворачивать чтобы показать его со всех сторон вот здесь также у нас имеется один аксессуар и вот сегодня мы этим аксессуаром воспользуемся поэтому пока его убирать на место не будем давайте посмотрим теперь на станок с еще одной стороны здесь у нас есть кнопка включения и кнопка выключения кнопка выключения скрыта под такой педалькой педалька позволяет использовать ее как руками так и ногами ты можешь включить рукой а выключить коленкой согласитесь это достаточно удобно также здесь есть две ручки управления когда мы вращаем одну из них мы можем поднять либо опустить пильный диск и вот есть еще один рычажок рычажок это такой тормоз заклиниватель положение самого пильного диска к сожалению здесь нет еще одного диска который есть на других пилах который позволяет плавно изменять угол наклона пилы но не знаю почему то они про это не подумали ну просто вот так это ну очень неудобно поэтому пилу мне приходится вот плавно чтобы наклонять за сам корпус двигателя вот могу ее вверх и вниз куда угодно подойдя к какому-то значению и креплю вот этим рычажком все дальше уже у нас как бы не старался за двигатель потянуть никуда он не смещается ну да конечно небольшие неудобства есть черный греха таить какое-то очень точное значение трудно поймать но я готов простить это этому станку потому что принципе он очень мне нравится также с этой стороны есть еще две ручки управления это фиксатор параллельного упора и ручка которая приводит движение также параллельный упор вал проходит и на ту сторону рейки и вот шестеренка за зубчики рейки перемещаемой зацепляется и приводит ее в движение точно то же самое происходит и с другой стороны вот видно это движение тем самым инженеры дэвольт здесь добились абсолютно параллельного передвижения упора вне зависимости от значений влево вправо все равно параллельный упор единожды выставлен тут винтиками в правильном положении он всегда будет идти параллельно диску но такого решения я не увидел ни у каких станков если кто еще не обратил внимание наклоняя пильный диск я ничего не делаю с этой желтой вставочкой ну то есть как бы я его не наклонял в какую сторону пильный диск у меня остается в прорези этой вставки причем эту щель на можно было еще немножко уже сделать ну наверное это делать не стали чтобы палочки тут не заклинило которые узкие будут отпиливаться а просто они пролетали туда вниз также отдельно хотелось обратить внимание на механизм установки и снятия расклинивающего ножа на столе есть специальный рычаг отводим его сторону и в определенное место вставляем отрасли не еще нож отпускаем нож на своем месте также снимать открыли все обратите внимание на длину резьбы резьба достаточно длинная это обозначает что здесь в принципе можно установить специальный наборные диски для пропила пазов наверное придется вкладыш тогда сделать специально другой но это уже совсем другая история ну и ради чего все затевалась давайте посмотрим все таки как она пилит ибо это самое главное и давайте начнем самого ответственного это попробуем максимальную высоту пропила но то есть потянет станок не потянет доску просто взяли с улицы но это сосна назовем так естественной сушки чтобы не глотать пыль установим расклинивающий нож с возможностью подключения пылесоса и вот тут опять маленький такой косичок у одного из производителя видел что здесь как бы в комплекте идет шланг который соединяется здесь на тройничок подключается вот к основному отверстию где вы вылетают стружки и потом это все идет в пылесос но здесь как бы такого нет поэтому тут два варианта либо нужно самому придумать такой переходник либо такой адаптер назовем его так либо на использовать два пылесоса но так как у меня нас на объекте здесь два пылесоса то мы здесь два и используем подключим пылесоса таким хитрым способом а именно самую вилку станка подключаем пылесос makita makita у нас работает через циклон пылесос будет подключен через адаптер вот сюда а сам пылесос makita подключим пылесос bosch и его шланг подключим вот сюда в верхнее отверстие думаю никаких особых неудобств это у нас не вызовет сам станок включит makita когда makita заработает включит bosch и у нас будет одновременно от одной кнопки зависеть два пылесоса пилить будем по параллельному упору сказать честно еще ни разу вот этой штучкой верхней не пользовались ну когда то что она начинать мы поехали а 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 гвоздей слава богу нам тут ничего не попалось а видно было что распилена доска достаточно легко но давайте попробуем отключить верх и посмотрим будет ли у нас все также чисто как мы и в этот раз пилили чуть передвинем упор и отпилим еще раз это диск пильный который шел в комплекте я бы сказал что пилит еще прям с хорошим таким запасом то есть если какую-то шире заготовочку и пропилить один раз а потом второй раз то на сто двадцать на сто шестьдесят на сто шестьдесят наверно тоже будет перебор а сто пятьдесят доску можно распилить сначала пропилив с одной стороны до другой но у нас к сожалению нет такой здесь доски ну все что есть то есть давайте посмотрим еще что насколько он чисто пилит есть у меня тут где-то паркетные доски на темном всегда хорошо видны сколы вот можно посмотреть здесь практически никаких сколов нет вдобавок же еще этот диск такой для таких для грубых работ а не для тонких но все равно сколов нет ну теперь давайте все таки посмотрим и поперечный рез для этого используем вот это штатное приспособление можно под углом пилить под различным ну а также совершайте прямоугольные резы как и на всех таких станках штатные такие устройства немножко в пазах своих болтаются но я тут не смог ничего другого придумать как вот просто изоленту наклеил таким образом я незначительно тут выбрал люфтик он все равно еще немножко имеется но не такой как был раньше ну и давайте попробуем отпилить отпилить проверяем угольником угол 90 градусов у нас есть но я думаю пока вот эти люфты тут не критичны и в принципе пилить под прямым углом можно далее поставим 45 градусов сделал два пропила проверяем те же самые 90 градусов два раза по 45 ну пожалуй больше мне здесь показать нечего у кого какие остались вопросы задавайте их в комментариях если это короткий вопросик я на него отвечу если это вопрос какой-то глобальный то снимем и отдельное видео также в ближайшее время выйдет у нас видеоролик как на данном станке распилить ламинированное ДСП без сколов ну поделимся своим опытом и покажем как мы это собственно делаем ну а дальше все знаете кому информация была полезна палец вверх подписывайтесь на канал оставляйте комментарии всем пока субтитры сделал DimaTorzok спасибо